Эй-хей-хей! Всем-всем привет от CatViscos из Пенсильвании. Сегодня хочу вам рассказать очень что-то интересное. Давным-давно я собиралась, но никак не было возможности. Хочу вам рассказать, что жизнь в Америке, вы знаете, отличается своими моментами. Есть свои плюсы, есть свои и минусы. И вы знаете, я никогда об этом не думала, пока не столкнулась, пока не возникла ситуация, которая, вы знаете, настолько повлияла на меня, что я даже не знаю, как реагировать на это. Вот вы послушайте и потом рассудите. Дайте мне знать, что вы думаете. Ну, начну с того, да, что никому не ново все говорили, что скоро, особенно в Америке, начнется с Америки чипирование людей, что будут внедрять такие маленькие невидимые чипики, которые будут следить за всем человечеством. Вы знаете, это настолько наивные глупости, которые кто-то выдумал и озвучил, потому что это внегласное чипирование произошло давным-давно. И якобы это так все завуалировано, что это сделано на добровольных началах. Сами люди, сами все добровольно подписались на это. У каждого человека есть чип, средство, которое следит за ним, передавая всю нужную информацию тем, кто собирает эту информацию. А конкретно я говорю... О чем я говорю? Я говорю о смартфонах, о наших современных суперумных телефонах. Вы знаете, я знала, что они умные. Я пытаюсь бежать в ногу с технологиями, с новыми развитыми гаджетами, но, наверное, я не успеваю. Я хочу вам рассказать, что со мной произошло. Долгую историю короткой. Была я на работе и разговаривала с новой коллегой. Эта коллега на меня так отреагировала, вы знаете, очень позитивно, очень интересно и активно. Я на нее произвела впечатление, как будто я пришелец с другой планеты. Знаете, почему? Потому что я родилась в России, потому что у меня такой экзотический акцент. И для нее люди с других стран это просто что-то вообще в пределе нереального. Она коренная американка, здесь родилась, толком никуда не выезжала за пределы своей любимой страны. И поэтому ей было безумно-безумно интересно со мной побеседовать. И она меня спрашивала столько различных вопросов и о России, и о моей семье, и о русском языке, и русской культуре. И потом в конце, вы знаете, эта женщина была такая средних лет, она у меня почему-то стала спрашивать о Чернобыле. Вот ей просто было интересно. Я вам хочу сказать, что о Чернобыле, конечно, я знала и слышала о этой трагедии, но за все года, я здесь почти 20 лет в Америке, я никогда ни с кем не говорила о Чернобыле, никогда не смотрела никакие фильмы, не читала никакую литературу, не делала никакие ресерчи на интернеты по поводу Чернобыля. Просто вот запомнить этот момент, да? И мы с ней начали разговаривать о Чернобыле. Я ей рассказала то, что я знала. Она немного, но рассказала. Она была удивлена, что Чернобыль находится на территории Украины, и попыталась ей объяснить, что тогда, когда это произошло, мы были одной необъятной большой страной, семьей, можно сказать, а потом все по чуть-чуть разбежались, развелись и стали жить отдельно. И на этом, вы знаете, наш разговор с ней закончился, трудовой день подошел к концу. Я взяла свою сумочку, в которой находился мой телефон, и благополучно поехала домой. Хочу еще сказать, что, конечно, все знают, что в наших современных телефонах есть такая кнопочка, которую, нажав, можно всему миру осветить твое местоположение, да, location. Эта кнопочка хороша для того, когда вы используете GPS, когда вы используете навигацию для вождения, например, машины, да, если вы не знаете, куда ехать, включайте эту кнопочку, ваше местоположение, куда вам нужно приехать, и на телефоне высвечивается дорога. И еще плюс, еще различные голосовые, звуковые вам спецэффекты. Хотите, с вами будет как женщина говорить, хотите, как с вами будет мужчина говорить, а некоторые у меня, между прочим, ставят, как будто с ним разговаривает чипманг. Знаете, из этой песенки по поводу Крисмаса, когда мышки там поют песенку, вот таким голосом с ним разговаривает его GPS, навигация. Ну вот, и вам хочу сказать, что у меня эта кнопочка всегда выключена, всегда выключена. Я не знаю, из каких соображений я это делала, вот думаю, что пускай, чтобы не было всем известно, где я нахожусь, куда я еду и что и как. И я включала ее только по необходимости в дороге. Хочу вам сказать, все это ерунда. Включаешь эту кнопочку, не выключаешь эту кнопочку, слушайте, что у меня случилось. Значит так, благополучно я приехала домой после своего рабочего дня, и все. На следующий день у меня был выходной. Ну и как всегда, как у многих из вас, мой день начинается с чего? Ну, подсказывайте. Конечно, мой день начинается с телефона, с проверки всех мировых новостей, что где происходит. И что я вам хочу сказать. Вы знаете, первым делом, когда я включила свой телефон, и знаете, очень часто, когда вы заходите в любые соцсети, которые вы находитесь, там выскакивают такие окошки, которые вам предлагают прочитать или посмотреть те или иные материалы, фильмы, статьи на темы, которые могут вас заинтересовать. И вы не представляете, первым, что высвечивается мне на экране в предложении для меня посмотреть, может быть, это мне будет интересно, статья, фильм о Чернобыле. Вы себе можете представить? Статья о Чернобыле. Я была в таком шоке, я, знаете, несколько минут смотрела на свой телефон и не могла поверить тому, что я вижу. Из чего я сделала выводы. Когда мы с этой женщиной разговаривали о Чернобыле, мой телефон благополучно находился в моей сумочке. Сумочка находилась рядом с моим рабочим столом, и мы просто разговаривали. То есть, мой телефон следит за мною по голосу. Это раз. Я удивилась, но, вы знаете, в тот день подумала, ага, а может быть, какое-то совпадение, и забыла об этом. Не поверите. Буквально через два дня я находилась на большом стадионе. Я присутствовала на баскетбольной игре. Я смотрела баскетбольный гейм. И всё было забито зрителями. Абсолютно всё. Это играла команда моего сына. Хочу вам сказать. Я просто сидела, болела, смотрела. Всё. И вы знаете, как ни странно, в этот день я не делала никакие фотографии, не делала никакие видео. Обычно же я в этой тематике, да? Но не в этот раз. Что вы думаете? Опять на следующий день я просыпаюсь. Опять беру свой телефон. Иду. Ну, первым делом просто решила включить свой Инстаграм. И на главной страничке Инстаграма у меня высвечивается, опять-таки, да, интересная тематика для меня, которая могла бы быть, Инстаграм предлагает для меня. Я смотрю, а там идёт гейм моего сына, который я вот накануне смотрела. Баскетбольный гейм моего сына в Инстаграме. Я смотрю, не могу понять, кто загрузил это видео. Явно не я. Я этого не делала. И что вы думаете? Это совершенно незнакомый мне человек. Там фотография на аватарке была. Молодой человек, который буквально находился за мной на следующем ряде. Потому что я посмотрела по этому видео, я видела, как он снимал ракурс. И я могла прямо видеть, вы знаете, часть своей руки. Потому что когда я смотрела гейм, вы знаете, я там хлопала, жестикулировала, радовалась. И вот так вот у меня рука ходила. И я на его экране могла видеть вот часть своей движущейся, движущейся, ся, ся, ся. Руки, боже, у меня даже язык заплетается, я заговариваюсь от эмоций. Вы представляете? И он сделал небольшое видео с этого гейма и выложил в Инстаграм. Я с этим человеком, повторюсь, незнакома. Мы в Инстаграме друг друга не знаем. Мы не подписаны друг на друга. Мы не имеем никакого совершенно контакта. Но произошёл контакт наших телефонов, я так подозреваю. Его телефон определил мой телефон, что я находилась с ним в тот день, в тот момент рядом. И мы вместе смотрели этот гейм. И мне высветилось вот в предложении посмотреть этот гейм, потому что я найду это интересным для себя. Я нашла это интересным для себя, но я сделала выводы. Что происходит? Боже, это вот так вот просто два простых случая из жизни. А что происходит, если это всё копнуть? Я так подозреваю, что все те, кому нужно за кем-то проследить, за кем-то узнать какую-то информацию, кто где находится, кто с кем встречается, кто о чём говорит, всё это можно послушать, прослушать и проследить. И вы знаете, если эта ситуация происходит со мною, если следят за мною, то и следят и за тобою, и за тобою, и за тобою, и за всеми вами, кто сейчас смотрит это видео. Вот они, наши умные телефоны, вот они, негласные вот эти вот чипы, которые люди сами покупают, сами добровольно тратят безумные деньги, носят эти телефоны день и ночь с собою. И, пожалуйста, ничего никуда под кожу никому не нужно вшивать, никаких там маленьких мизерных чипов, которые будут передавать и пеленгировать всю информацию. Мы сами это всё с собою носим. Вы можете себе представить? Возможно, я Америки не открыла, я блондинка. Может быть, до меня это дошло слишком поздно. Но хочу вам сказать, я задумываюсь о тех, о наших простых телефонов, которые были совершенно не умные, не смарт. Которые уже, по-моему, уходят из этой жизни. Но я знаю нескольких человек, таких, знаете, старомодных, которые ещё не отказываются от них. Может быть, они были, вы знаете, они из прошлого века, и они не обладают такой функцией, что за вами кто-то может что-то отслеживать и прослеживать. В общем, вот такие вот у меня дела в Америке творятся. Вот она, моя жизнь здесь. Напишите мне, пожалуйста, замечали ли вы что-нибудь подобное? Может быть, у вас было ещё что-то поинтереснее и покруче? Какие-то моменты и ситуации, о которых я даже и предположить не могу? Пожалуйста, поделитесь со мной, расскажите вообще, что, как и что вы на эту тематику думаете. Мне будет очень-очень интересно услышать и узнать, что происходит у вас, где вы там живёте. Там и там, и везде. Так что вот такое вот у меня сегодня получилось видео. А у нас погода просто шикарная. У нас на дворе декабрь месяц, а я вот в таком вот лёгком, абсолютно весенне-осеннем, могу сказать, одеянии. Поют птички, хотела сказать, вороны кричат. Домой идти не хочется, но надо. На этом я с вами буду прощаться. Всем-всем желаю хорошего настроения, замечательного-замечательного настроения перед Новым Годом, который приближается мчиться очень-очень быстро. И до новых-до новых встреч. На этом буду с вами прощаться. Пока-пока. Пока.